Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия поможет Европе в реализации ее грандиозного плана по отказу от наших энергоресурсов. Вчера президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минпромторга по ориентации поставок энергоресурсов с европейского на азиатский рынок. Россия, начиная с первой волны экономических санкций, принятых западными странами в 2014 году, активно развивает экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, товарооборот с которыми и в частности с Китаем стремительно растет. Россия вкладывает колоссальные средства в модернизацию Восточного полигона для расширения пропускной способности ЖД-магистралей Бамма-Трансип, строительство магистральных газопроводов в Китае, заводов по сжижению газа и расширению портовых мощностей. За последние пять лет Россия вдвое увеличила экспорт наших энергоресурсов в Китай и заработала на этом в прошлом году свыше 60 миллиардов долларов. Теперь же в связи с объявлением странами Европы торговой блокадой российским товаром, процесс переориентирования России на азиатские рынки кратно ускорится. И поможет этому новый план Еврокомиссии, представленный европейской общественности 8 марта текущего года. Данный план предусматривает поэтапный отказ от покупки энергоресурсов из России. Страны Европы обязуются, начиная с текущего года, постепенно сокращать импорт наших энергоресурсов посредством выработки дополнительных объемов энергии, генерируемых ветропарками и солнечными электростанциями. Полностью отказаться от импорта наших углеводородов Еврокомиссия рассчитывает к 2030 году. Однако Россия, судя по всему, готова помочь европейским партнерам и намерена самоосвободить их от наших энергоресурсов, причем гораздо раньше указанного срока. Министр энергетики Александр Новук уже анонсировал возможное прекращение поставок газа по газопроводу «Северный поток». Думается, что данная мера вполне может быть реализована в случае оказания на Россию дальнейшего санкционного давления. Хотя это давление, похоже, начинает спадать. Все возможные и наиболее жесткие экономические санкции, которые когда-либо вводились в отношении какой-либо страны, уже принято. При этом всем очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе страны Запада пострадают от антироссийских санкций гораздо больше, чем сама Россия, в силу ее автономности и полной обеспеченности всеми жизненно необходимыми ресурсами и продовольствием. При этом западные страны останутся и без российских ресурсов, и без продовольствия, что неминуемо приведет к росту цен на отопление, электроэнергию, закрытие большей части промышленных производств и продовольственному кризису. Россия же, благодаря отказу ЕС от наших энергоресурсов, увеличит их внутреннее потребление и переработку для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а излишки произведенного сырья будут экспортироваться на внешние рынки и прежде всего в Китай и Индию. Субтитры создавал DimaTorzok